С тобой происходит то, что ты заслужил по судьбе. Просто работай над собой, и всё будет лучше. Это ответ благости, и это правда. Второй вариант. С тобой происходит так вот всё происходит, потому что это временно всё. Сейчас будет плохо происходить, потом придёт удача в твою жизнь, и будет происходить хорошо. Если хочешь, я тебе могу помочь, чтобы удача была быстрее. Я могу дать тебе талисманчик какой-нибудь. Ты возьмёшь этот талисманчик, и у тебя удача будет сразу ближе к тебе, и ты станешь счастливым. Второй вариант ответа. Третий вариант ответа. Тебя сглазили. То есть первый вариант ответа. Это ты получаешь всё по судьбе, трудись над своей судьбой, молись, всё будет лучше. Второй вариант ответа. Возьми какую-нибудь штучку такую, волшебные спички. Как раз, и всё. Ну, в акцентной штучке, чтобы получить, надо деньги платить. То есть они у меня есть, у тебя нет, давай деньги и всё. Ну, то есть, талисманчик, я тебе там какой-то нашепчу, там что-нибудь ещё, лишь бы деньги давал. Это вера в страсти. И вера в невежестве означает, сглазили. Что значит сглазили? Это значит, вот просто, вот жил нормально человек, хороший человек был. Никому ничего плохого не желал. И тут бац, взял какой-то человек, его и сглазил. Ну, так что правит тогда этим миром? Бог или ещё что-то? Если так возможно, если человек ничего плохого не делает, то взяли, сглазили. Так вот, знайте, как работает система. Система определяется верой человека. Допустим, вот представляете, вы приходите к какому-то экстрасенсу, и он говорит вам много правильных вещей, потому что он же чувствует пространство тонкое. Он говорит там, у тебя плохие отношения с мужем. Ты говоришь, да. У тебя плохие отношения, там, всё, с кем ты говоришь, да. И тебе говорят, вот этот человек тебе испортил всю жизнь. Он тебя сглазил, он там нашептал на тебя, что-то такое сделал. Вот, я за всю жизнь не отвечу на все эти, за то, что захочешь. Вот, он тебя сглазил, что-то плохо с тобой сделал, и в результате тебе сейчас плохо. В результате человек начинает плохо думать об этом человеке. Постоянно у него плохая связь осуществляется с ним. То есть он начинает с этим человеком в плохих отношениях находиться. И эти плохие отношения формируют эту плохую связь с ним. А вы кладите вот куда-нибудь на крае, что за тысячи, потом кто-то и цигурят, а то вы заходите, отвлекаете. Ну да, вот я прошу всех остальных не заходить, а просто куда-нибудь на край складывать, потом кто-нибудь будет подносить. Иначе я не могу сосредоточиться, люди ходят и стоят. Понимаете, о чем я говорю или нет? Кто сглазил человека? Экстрасенс, который сказал, что тебя сглазили. Вот кто сглазил. Анатомическое вскрытие показало, что Чухча умер от анатомического вскрытия. Пытайтесь это понять, что вот человек, который тебе сказал, что тебя сглазили, он поменял твою веру. Ты раньше верил в Бога, а теперь ты веришь в черта. И ты начинаешь думать, что вот от этого человека вся твоя судьба несчастная, вся течет. Из-за него все проблемы. Это означает смена веры. На что ты настраиваешься, то на тебя и влияет. Если ты настроился на духов, ты считаешь, что тебя сглазили, значит, духи на тебя будут влиять. Если ты в это веришь, значит, тогда это будет на тебя и влиять. Все. До свидания, счастливая жизнь. А если ты веришь в Бога, значит, Бог на тебя будет влиять. Все зависит от веры. Поэтому, если человек ходит к экстрасенсам, к людям, которые шепчут там, колдуют и так далее, он, соответственно, получает соответствующий тип мышления, который побеждает, но приводит дальше поражение в его жизни. Это очень большая проблема. Таким образом, вам надо, если вы чувствуете ответ на эту записку, такой две вещи, на которые надо знать, если ты чувствуешь, что на тебя идет какое-то влияние извне. Первая вещь. У тебя есть какое-то скрытое психическое заболевание, нужно работать над своей психикой. Эта работа включает три вещи. Первая вещь – молитва, очищает тонкое тело. Вторая вещь, которая очищает тонкое тело. Давайте соберется побольше, потом вы будете заходить на сыр. Просто я отвлекаюсь, я не могу работать. Вот. Значит, первая вещь – это молитва. Вторая вещь – это пост. И третья – это статические упражнения. Вот эти вот вещи. Иногда люди занимаются еще задержками деками. Это тоже укрепляет психику. Плюс прогулки по лесу и правильное настроение, о котором мы говорили вчера. Плюс контакт с очень хорошим человеком. Ну, то есть, человек, который не относится к экстрасенсам там и так, но он относится к верующим людям. То есть, это человек, который правильную жизнь, правильную позицию жизни занимает, он молится, то есть, у него есть понимание, что такое чистота, возвышенность, он верит в Бога. Но, другими словами, надо понять вот эту вот четкую вещь, что если у тебя с психикой проблемы, то это надо лечить. Если ты не лечишь, а просто ходишь к кому-то, то тогда соответствующий будет результат. Это первая вещь, которую я хотел сказать. И вторая вещь – это вера. Даже человек с больной и слабой психикой, если у него вера правильная, он никогда не попадет под негативное влияние. Потому что негативное влияние формируется твоей же собственной верой. Если ты веришь в духов, значит, тогда, соответственно, ты будешь под их влиянием находиться. Система ясна? Все понятно, кто кого сглазил. Не ходите к людям, которые говорят, что вас сглазили. Эти люди разрушат вашу веру в Бога. Человека невозможно сглазить. Если он сам не хочет этого, его невозможно сглазить. Никто не может зло причинить человеку, если он сам этого не желает. Это психика человека, она защищенную природу имеет. Есть, конечно, люди, которые способны взломать защиту человеческой психики. Но эти люди настолько редко встречаются, они настолько могущественные, сильные, настолько они редко встречаются, что я не могу недооценивать шаманов местных и так далее. Даже если хороший шаман, он должен реально заниматься серьезной духовной практикой для того, чтобы способность иметь влиять на психику людей. Это должен быть сильный человек. И подумайте, зачем сильному человеку, который постоянно молится Богу, кому-то вредить вообще? Чтобы навредить, надо столько сил потратить. Да? Да? Да. Правильно, молодец. Хорошо, много слушаю лекций. Я знаю, что это у меня консультивный вопрос, но меня так-то мучает. А если, например, я не могу полтора часа, я могу их разбить в день. Супер, отлично. Я встаю, я в основном читаю Священное Писание. Да, отлично, отлично. Отлично. Можете. Можете. 13 минут вечерняя, в середине дня 20 минут молитву, да? Да. То есть, а если это положить, получается, это равнозначно? Да, равнозначно. Ну, почти равнозначно, почти равнозначно. То есть, снимайте минуту, это стало правильным словом. Как научиться распознавать знаки Вселенной? Для этого надо общаться со Вселенной. Вот знаки Вселенной, что такое знаки Вселенной? Это жизнь Вселенной. Вот, допустим, Солнце восходит, все живые существа просыпаются. Рано утром, утреннее время. Поэтому человек должен вставать рано утром. Если он спит до 7, до 8 утра, что происходит? Его волевые функции снижаются, он перекрывается от того, что Солнце восходит. Тонкая энергия Солнца накапливается у него, склонность к воспалительным заболеваниям, наступает, депрессивность развивается, характер портится и так далее. Солнце — это знак Вселенной. Вот он, знак Вселенной. Рано утром надо вставать пораньше. Луна восходит, она дает человеку успокоение, покой. Ну, нужно спать, ложиться под цветом луны. Значит, надо ложиться спать там в 10 часов вечера. Самый крайний случай. Не позже. Ну, за исключением лекций. Другими словами, идея в чем заключается? В том, от каких знаков Вы Вселенной говорите, о чем Вы говорите. То есть, есть разные знаки Вселенной. Есть информация, которая вообще не для всех людей. Например, вот эта вот песня про черного кота. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет. Пока наоборот, только черному коту и не везет. Понимаете? Если ты в молитве находишься, ты живешь в благости, тогда эти знаки имеют место быть. Если ты находишься в страсти, ты начинаешь бояться этих знаков. И просто в них не веришь. Только черному коту и не везет. Вот. А если ты живешь в невежестве, тебе только дай эту информацию о черном коте. Ты везде этих черных котов начнешь видеть. Потому что люди в невежестве находятся в страхе. Если им сказать, допустим, симптомы, когда плохая судьба, может прийти в жизнь, как это проявляется. Эти симптомы существуют. Но если я сейчас вам об этом скажу, вы не будете их правильно воспринимать. Потому что правильно воспринимать симптомы может только человек, который находится в максимальном позитиве. Он вообще считает, что у него все в жизни будет хорошо. И вдруг, бац, эти симптомы появляются на фоне сильного счастья. Понимаете? Симптомы. Он думает, ну не может быть. Еще раз посмотрел, подумал, проверил. Есть симптомы. И он начинает молитву и побеждает судьбу плохую. Эти симптомы побеждают молитвой. Теперь человек, который находится в невежестве, никаких симптомов нет. Он ходит просто в ворону ищет. Где вороны? О! Вон ворона. Все. Неплохая судьба. Надо ворону найти просто. Понимаете? Вот в чем вопрос. А ворону найти несложно. Или черную кошку на улице. Это означает уже неправильное мышление. Человек ищет себе проблемы. Он думает. Как есть такая, как бы, я в медицинском институте, когда учился, сифилис изучаем, все сифилисом болеют. Там в шее изучаем, все чешутся, ходят. Ну, то есть, постоянно вот это означает мнительность. То есть, это означает, что человек недостоин этой информации о симптомах, которые исходят от Вселенной. Об этих вот признаках, знаках различных. Понимаете, да? А знаки есть такие, несомненно. Но вы сначала научитесь работать над собой. Тогда эти знаки потом можно будет распознавать. Но сейчас, когда страх переполняет жизнь, психику, зачем об этих знаках знать? Это вам поможет? Вы сможете реально победить свою судьбу, если вы попадете в состояние страха из-за того, что вы увидели какой-то знак, и вам еще хуже от этого только будет. По этой причине люди не знают своего будущего. Потому что это дополнительный источник страха. Я был у одного астролога, он мне рассказал все прошлое, вот как один в один. Ну, это необычный астролог. Это очень возвышенный человек. Он в молитве живет постоянно. И потом, когда я спросил про будущее, он мне сказал всего две вещи, которые я должен следовать, и все в жизни. Мне не сказал про будущее, а просто две вещи, которые мне должен следовать. Я его спросил, а будущее? Он говорит, а тебе нельзя его знать, ты не готов. Представьте, я молюсь там по два часа от времени, я не готов. Но насколько те готовы, которые просто живут, они узнают что-то хорошее, и все, они из этого раздуют мыльный пузырь, и вообще их расслабиться не будут, ничего делать. Узнают что-то плохое из этого, тоже мыльный пузырь раздует, где пресняк войдут. Так зачем человеку тогда это все знать? Как распознавать знаки Вселенной? Вы лучше научитесь молитве, а знаки Вселенной будут приходить в сердце вам в результате этой молитвы на 100%. Когда человек молиться начинает, вот обычный человек живет, у него сердце закрыто, как в Скороупе находится. В Владивостоке, я не повторяю, я желаю всем счастья. И одна женщина говорит, у меня, Ледина Иванович, у меня так, фух, сердце распоснулось, я почувствовал у всех своих родственников, почувствовал, что всем помогает. Так у нас они, ну у всех в Скороупе, сердце закрыто у всех, мы никого не чувствуем. Мы не чувствуем близких людей, никого не понимаем, не чувствуем. Почему? Энергии не хватает, не хватает силы у человека, не хватает энергии счастья, чтобы кого-то почувствовать. Понимаете? Поэтому, чтобы чувствовать, нужно же силы у них. Счастья достаточно в сердце надо иметь. У нас нет. Но если человек начинает молиться, у него сначала сердце открывается на родственников, он начинает их чувствовать, понимать, что с ним происходит. А потом, несомненно, у него сердце откроется на весь этот мир. Он начнет чувствовать свою страну, в каком состоянии она находится, начнет чувствовать людей, землю. Все начнет чувствовать. Все зависит от силы человеческой. Ну а если, допустим, вам что-то сказать, и вы не чувствуете, какой смысл об этом говорить? Все равно вы не сможете это понять. Как научиться понимать уроки, которые несут различные сложные жизненные ситуации? Как понять, на что они мне указывают? Объясняю. Вы садитесь в крану утром, включаете голос возвышенного человека, начинаете молиться вместе с ним, в его настроении, в его ритме, в его понимании вещей. Постепенно в результате этой молитвы вы начинаете чувствовать его силу. Эта сила проходит в сердце. Постепенно вы начинаете вдохновляться этой силой, чувствуете, что вам нравится эта молитва, чувствуете, что все классно. И в этот момент, когда вы начинаете вдохновляться молитвой, вы почувствуете спокойствие вот здесь в сердце. Это означает, что вы нейтрализовали свою плохую судьбу вот здесь, на уровне своего сердца. Но это только начало. Потом дальше, когда человек не реализовал плохую судьбу, он немножко еще молится, молится, молится. И дальше скрываются проблемы, объем работы. Вот ты пока на кухню не заглядывал, ты не знаешь, сколько там грязи. Запах только тут доносится определенный. Потому что, ну, все нормально. Вот. Понимаете, для того, чтобы узнать проблемы, нужно открыть дверь на кухне. Точно так же открывается дверь сердца. Сначала спокойствие, потом сердце раз открывается, и ты начинаешь чувствовать, насколько трудны твои отношения с близкими людьми и так далее. Какая у тебя жизнь сейчас. То есть свою жизнь понять можно тогда, когда ты начал заниматься вот этим внутренним процессом. Значит, в молитве находится 25-30 минут молитвы, и он начинает чувствовать свою судьбу человек уже. А это означает объем работы? Сначала он пугается, думает, ой, а это просто объем работы, означает, что только надо работать. Люди часто пугаются судьбой. От меня муж уходит. Ну, уходит, это объем работы. Вот потрубись сердцем, он не будет уходить. Он уходит, означает, что ваша нить, вот связь грязная, плохая. Некоторые говорят, ну, все, значит, все. Все, значит. Как этот анекдот. Вот бабушка пришла к врачу, говорит, я что-то не мочусь. Он говорит, вам сколько лет? 80. Ну, все, кончилось сначала. Все, бабушка, идите домой. Вот. Так люди часто воспринимают события, понимаете? У меня с ребенком не клеится отношение. Мне подходит, вот записки пишут. Олег Геннадьевич, у меня с ребенком плохие отношения, не клеится отношение. Ну, нормально это объем работы. Вот кухня грязная. Олег Геннадьевич, у меня кухня грязная. Я говорю, ну, хорошо, помойте. Ну, вы не представляете, она очень грязная. Я говорю, ну, побольше помойте. Ну, нет, она вообще грязная. Ну, хорошо, помойте еще больше. Нет, Олег Геннадьевич, она невыносимо грязная. Ну, хорошо, туда гранату брось и взорвите ее тогда. Ну, что я могу сказать? У меня такие отношения с сыном. Я говорю, молиться надо. Нет, нет, это молиться, я пробовал. С сыном отношения не улучшаются, все плохо. Все, Олег Геннадьевич, все, отношения с сыном плохие. Ну, надо работать, очищать эти отношения. Ничего не получается, Олег Геннадьевич, ничего не получается. Ну, возьмите гранату и взорвитесь просто тогда. Что вам еще сказать? Если человек не понимает, что все решается с помощью молитвы, что ему еще можно сказать? А он не понимает только по одной причине, что сердцем трудиться не хочет или не может. У него нет внутренних сил, нет желания. Человек просто ленив в сердце, ленив душой. В этом вся проблема? Просто лень души и все. А все исправляется, можно вот молиться и очистить отношения с сыном, а не восстановиться. Или вы существуете, что отношения с сыном это какая-то внешняя вещь? Это вот то, что существует внутри, надо просто знать, что это есть, что есть вот эти нити, связывающие людей. Ты молишься, молишься, и отношения лучше и лучше становятся, и потом вообще отличные отношения с сыном. И все. Что можно восстановить с помощью силы внутренней. А чтобы она была, для этого надо опираться на кого-то. Нужно опираться на возвышенного человека, вместе с ним это делать, и у тебя такая же сила появляется внутри. Ты начинаешь сильно это делать. Все. Знаки внутренней жизни, ты узнаешь, когда начнешь молитву. Что такое шаманизм? То есть люди, которые чувствуют тонкий мир, как они себя называют, неважно. В разных странах по-разному. Люди, они могут с помощью молитвы, отношения с природой, могут победить злую судьбу. С помощью аскезы своей, взаимодействия с природой. Допустим, если, допустим, я могу поднять компьютер и вытащить отсюда. Это нормальное явление, да? Ну, взял, понес компьютер. Никто не удивляется. А если я взял и понес мысль, мысленно тоже имеет материя, это материя, только тонкая материя. Можно воздействовать на мысль, ну, как, опять же, с помощью разума, с помощью молитвы, воздействия какого-то, звуков. Вот и все, вот видишь, что мы несу. Просто взял, воздействуешь на мысли, меняешь их, природу, все. Они уходят. Но так как вы не понимаете, что мысли живые, материальные, что они тоже материи, поэтому вам скажут чудо. Что это такое? Кого это чудо? Никакого чуда нет. Вот вчера на лекции, в конце лекции был чистейший шаманизм. Я включил голос святого человека, мы начали повторять, я желаю всем счастья. Кому стало спокойно, поднимите руку. Это значит, не трава взявалась ваша плохая карма. Поднимите руку, кто почувствовал силу в сердце. Это значит, что вы уже прорвались вперед. А кто почувствовал, что вы получили знание, как решить какую-то проблему серьезную, поднимите руку. А это еще больше движение вперед. Это значит, что вы вообще конкретно продвинулись. Победили судьбу уже в каком-то аспекте. Знание означает победа. Вот и все. Вчера был шаманизм. Но если, ага, так вы шаман, Олег Геннадьевич? Не надо из этого делать облако пыли. Это то, что вы можете делать каждый день. Можно из всего сделать облако пыли, затуманить мозги себе, другим. Я могу тоже сам вам так это сделать. Все, открываюсь. Открываю карту. Плывите просто по течению. Закройте глаза, плывите по течению. Сейчас будем рассасывать рубашки, пуговицы на рубашках, швы. Все, что есть, сейчас будем рассасывать. Открываю вам карту. Я на самом деле вот такой человек-великий. Я просто делаю вид кандидата наука. На самом деле я кто? Я вот, чувак, настоящий чувак. Простите. Ну зачем это все? Зачем это цирк? Есть просто, ну, есть тонкая материя. На нее можно действовать с помощью звука. Это наука тоже, она просто, ну, пока не раскрыта. Это, мало кто знает об этом. Но здесь нет ничего удивительного, что люди в результате, они того, что создают различные звуки, вибрации, они влияют на здоровье человека. Потому что психика же управляет здоровьем. Они влияют на психику и управляют здоровьем. Это с древней культурой было известно все. С древних времен было все известно. Не надо из этого делать цирк, там, садитесь, сейчас будем рассасывать швы на рубашку. Зачем это все? Не надо цирк делать из натуральных, естественных вещей. Никто же не удивляется тому, что человек может великолепно и виртуозно играть на пианино. Ну, это тоже то же самое, очень трудно выучиться. Это тоже тонкие психические функции, видеть звуки эти все, из них мелодию одну делать. Тоже очень сложно, все то же самое. У меня к вам вопрос. Кому не понравилось, что вчера много песен было? Поднимите честно руки. А кому сильно понравилось? Ну, хорошо, три человека не понравилось, будем меньше песен делать. Не все же любят. Да, это такое немножко у меня нововведение, новый жанр. Некоторые я буду включать, потому что для лекции нужно. Там молитвы какие-то будем включать. Как отличить голос разума и голос ума? Хороший вопрос. Есть голос разума, есть голос ума. Как отличить? Рассказываю анекдот. Ну, чтобы немножко как бы расслабить. Итак, ковбой как бы попал в плен к индейцам. Детский анекдот, с первым классе уже знал. Ему внутренний голос, он говорит, как же мне, что же мне делать? Неужели все, неужели я погиб? И ему внутренний голос говорит, нет, пока еще не все. Ну, а что нужно сделать? Ну, говорит, как бы, ты смотри сначала, что с тобой будут делать? Вот, видишь, сейчас тебя привязывают к дереву. Ну, привязали к дереву. Ну, а что теперь-то делать? Он говорит, ну, вот позови вот этого, вон, с самым большим перьями. Ну, позвал. Ну, теперь плюнем ему в лицо, плюнул. Ну, вот теперь все. Еще не все как бы, но теперь все. Ну, типа внутренний голос подвел, да, получается. Вот. Так бывает, конечно. Конечно, сейчас я вам расскажу. Во-первых, надо понять такую вещь, что внутренний голос или голос разума, он вообще недоступен для человека. В обычной ситуации недоступен. Почему? Потому что в основном, если у нас что-то внутри нас куда-то тянет, это не голос разума. Это никогда не голос разума. Даже не надо различать. Это всегда голос ума и означает голос судьбы. Вот этот голос, который нас ведет под откос. Каждое желание, которое человек имеет, оно всегда, вот сильное желание, если есть, оно всегда является испытанием. Вот, допустим, девушка, хочу замуж, хочу замуж. Это голос ума или голос разума? Ума. Но он тоже нужен, потому что как время приходит, понимаете, время действует на человека и выводит снаружи какие-то желания. Вот, допустим, представьте, как бы трехлетняя девочка, она будет, хочу замуж, хочу замуж, хочу замуж. Ну, рановато, да? Возраст еще, время еще не пришло. Еще время не пришло. Организм не развился для того, чтобы хочу замуж, хочу замуж. Но хочу писать, хочу какать, как бы, как раз вовремя. Три годика, когда хочу кушать, писать, какать. Хочу, какой-то всегда есть у человека, человек живой. У него есть хочу. Время меняется, разное хочу. То было одно хочу, теперь другое, теперь третье, пятое. И как бы уже бабушке 70 лет, то она уже другое у нее хочу. Хочу отдыха, покоя. Не хочу никого видеть. Устала от всех. Вот, ну, если бабушка в 70 лет, как бы, себе натягивает кожу на уши, как бы, делает короткую юбку, лезет на сцену и там поет, что девочка, которая поет, это уже значит какие-то трудности. Девочка, которая поет 70 лет, тоже трудности, значит, какие-то у человека. Это означает, что уже разум работает неправильно. То есть время действует на человека, выводит наружу какие-то желания. И все эти желания не являются голосом разума. Все, что связано с временем и нашей судьбой, это голос ума. Он тоже нужен, потому что если ты будешь говорить, нет, нет, это голос ума, я не волнуют, ничего. Во-первых, ты не сможешь отказаться, если тебе голос говорит, иди замуж, тебе пора замуж, это важно знать. Потому что даже девушки, женщины, некоторые, постоянно у них в сердце, хочу ребенка. Это голос разума или ума? Это голос ума, но это важно знать, потому что именно когда вот этот голос ума говорит, хочу ребенка, значит, в это время гормональные функции хорошо работают. И вынашивать ребенка будет легче. А если женщина в какой-то момент остыла к этой идее, значит, у ней неблагоприятный период в это время. И не надо здесь думать о том, допустим, думать о том, есть у вас квартира, нет, денег хватает или нет, вынашивать ребенка. Надо просто начинать, когда вот пришло время. Женщина чувствует, что ей надо сейчас ребенка. Это хорошее время благоприятное. Если она замужем, тогда надо это делать. Видите, здесь не надо голос разума слушать для того, чтобы понять ситуацию. Надо просто знать некоторые вещи. Что, например, если девушка хочет замуж, самое время, значит. Она хочет ребенка, тоже важно. Хочешь кушать, надо кушать. Вот я хочу кушать, это голос разума или ума? Это голос ума, но не надо пронебрегать этим голосом. Потому что если ты хочешь кушать, значит, надо кушать. Хочешь замуж, значит, веди себя так, чтобы выйти замуж. Ну, то есть, сама по себе идея хорошая, но правильно к ней надо относиться. Если ты хочешь кушать, не надо кушать все подряд. Надо знать, что кушать, что не кушать, иначе будешь болеть. И надо знать, когда кушать есть. Вовремя, допустим, не вовремя, надо все это изучать. Иначе опять будешь болеть. Как же отличить голос ума от голоса разума? В обычной ситуации у человека не возникает голос разума. Голос разум возникает в результате молитвы. Он имеет спокойную, сильную природу, потрясляющую. Когда ты молишься, молишься, сначала в сердце возникает спокойствие, потом возникает внутренняя сила, и на фоне этой силы ты осознаешь, как правильно поступать, и обычно это горький вкус, а не сладкий. Тебе на фоне силы, тебе говорит Бог, вот правда вот такая. Но она вот такая, потому что ты не справляешься с тем, что у тебя есть. Тебе кажется, что она другая. Ну, допустим, ты хочешь развестись с человеком, ты молишься, молишься, и правда тебе говорит, что да, действительно, у него есть недостатки, у этого человека, не больше, чем у тебя. И разводиться вам не надо, потому что, если ты разведешься, то потом пять лет будешь одна. Это сладкий вкус или горький? Сладкий? Горький. Сто процентов для всех горьких. Пять лет это не так уж много. Да вы что, моя хорошая, пять лет немного. Ну, немного, а правда. Да? То есть, у тебя разлет, она встретится более достойно. Да? А кто сказал, что более достойно? Никто не сказал. Вот именно, что никто не сказал. Есть другое знание. Что женщина, она получает максимальное благочестие для встретить кого-то с самого начала. Чем она моложе, тем больше благочестия встретить. Чем больше она бросает людей, тем меньше шансов встретить. Когда человек кого-то бросает, вообще, женщина бросает кого-то, у него вообще сердце холодным становится. Потому что и у женщины есть два типа красоты. Один тип красоты исходит от тела, привлекая тех, кто хочет сексом заниматься. Второй тип красоты исходит из сердца, привлекая тех, кто хочет создать семью. Этот тип красоты, который исходит из сердца, он не всегда исходит у женщины, периодами. Есть хорошие периоды, есть плохие. И больше того, если женщина бросает, она вообще никогда этот тип энергии оттуда не выходит. Для того, чтобы он оттуда вышел, нужно раскаиваться сначала серьезно в том, что ты сделала. А потом уже теплое сердце пойдет. Да, если женщина уходит, она уйдет другому мужчине. Ну, и? Да, на него сердце будет, а на дабы, что у вас расходят. Ну, понимаете, Бог же ваше отношение создал с одним человеком. Он надеялся на эти отношения, вы взяли, как бы их предали. Какое там будет тепло, там будет холод. А вы просто попробуйте почувствовать себя родственником этого человека. Что он близок к тебе. Не балдеть с ним, что он близкий, родной. Сердце теплым становится. Бог дает возможность новое отношение выйти. Понимаете, Бог, он не такой, что он типа вот все, сейчас я вам сердцу покоцаю, вы совершили грех. Как бы, он наказывает человека. Если человек в молитве находится, раскаивается, он получает прощение, ему дается возможность опять жить дальше в новых отношениях. Нет такого, что наказание всю жизнь длится. Но также нет такого, что все сходит с рук. Можно полностью уничтожить, да. Но осадочек все равно останется. Знаете, один-то осадочек остался, да? Ну, это хорошее ведут еврейский. Вот это важно знать тоже, что получил пятно на репутацию, Бог уже знает об этом. Как же отличить голос разума от голос ума? Не мучайтесь. Есть три проявления голоса разума, всего три. Первое проявление для обычных людей — это наставник, старший. Второе проявление — это священное писание. И третье проявление — это просто добрые люди. Добрые люди, которые не подлизывают тебе одно место, а просто говорят тебе правду. И все это. Добрые люди не означают льстивый. Потому что есть подружки, они говорят, да, молодец, молодец, да, ты правильно поступил, он такой негодяй, бросай его. Это не добрые люди. Добрые люди — это когда тебе просто вот говорят, как есть все. Это хорошие, настоящие друзья, они немножко горькие сначала на вкус, потом сладкие, если ты делаешь все правильно. Олег Геннадьевич немножко горьковатым сегодня стал, да, такой. Зачем такие вещи говорить? Терапия, песни были, танцы, и сегодня что-то не то. Правда, она горький вкус или нет? Большинство людей не хочет знать правду, нет желания знать правду, хочется жить легче. Нет желания правды и хочется жить легче. Но легче без правды жить невозможно. Это объясняет, что есть три силы. Есть невежество, означает ложь. Есть страсть, означает сначала сладкий вкус, потом горький. То есть сначала сладкий обман, потом горькая правда. Есть благость, сначала горькая правда, потом сладкий обман. Смотрите, если люди встречаются, начинают сразу балдеть. Наслаждаются друг другом. Это называется страсть, потом будет горький вкус. Сначала балдеть, потом горький вкус. Другой вариант. Люди не сближаются слишком сильно, они пытаются друг друга понять, разобраться друг в друге. В какое-то время они строят отношения, может быть год, они не женятся, просто общаются. Горький вкус сначала, тяжело, потом всю жизнь сладко. А невежество это вообще как бы, это просто погулял, потом и как бы... И как это, Стенька Разин, что ли, там песня? И как бы и воду ее бросает. Нагулялся там, нажрался как свинья, взял ее и выбросил просто Богу. Вот песня про это. Это невежество означает уже. Это вообще просто жесть. Поймите, что голос разума не работает изнутри до тех пор, пока ты не способен утвердиться в молитве. Стать очень сильной личностью, способной наблюдать за своей судьбой сверху. Люди очень сильно зависят от своей судьбы, они находятся в рабстве. Точнее, есть три категории людей. Первая категория, люди вообще боятся своей судьбы. Они боятся даже посмотреть в глаза своей жизни. Они боятся признаться себе в том, что происходит. Потому что это очень... Тяжесть в сердце вызывает девушка. Тяжесть в сердце возникла у вас. И это хорошо. Это хорошо. Вскрылась проблема. Вскрылась. Мы ее уберем обязательно. Да не отглядывайте себя про вас. Конечно. Мы говорим про шоковое состояние. Когда человек в шоке находится, он как оголенный шнур. Его надо просто успокаивать. Это не означает ложь. Это означает просто доброта. Например, человек находится, у него рак четвертой степени. Он не готов слышать. Надо сказать, это тяжелая болезнь, но как бы можно вылечить. Человека надо успокоить, чтобы он лечился. Если ему сказать, я рак, он ляжет вот так, умирать ляжет и все. Зачем? Ведь живет еще. Зачем человека раньше времени гробить? Надо рассчитать, надо посмотреть. То есть надо говорить правду. Вопрос, какое количество? Если я вам сейчас всю правду расскажу, вообще из зал даже не выйдете. Правда тяжелый вкус обидит. Она тяжелая штука, правда тяжелая штука. Ее можно сказать столько, сколько человек может выдержать. Девушка, она напряглась, но выдержалась. Смотрю, улыбается уже. Нормально все. Молодец, крепкая. А вы мне ничего не сказали конкретного. Я вам все конкретно сказал. Просто мы поняли только это вместе с вами вдвоем все. Больше никто не понял. Я так умею. У меня был такой случай, но я не помню этого. Ну такая есть история. Одна женщина, она мне задавала в уме вопросы, а я на них отвечал тут же. Поднимите руку, кого вчера так на лекцию был? Ну несколько часов было. Мне тут ни при чем. Ну там вообще была смешная ситуация. Я как бы, она мне задавала в уме вопросы, я на них отвечал. А потом она поднимает руку меня спросить. Я ей говорю, а что вы поднимаете руку? Я и так целую лекцию на ваши вопросы отвечаю. Я не помню этой ситуации, честно вообще. Я не знаю, что это такое было, но вот так Бог с ней поступил, так интересно. Человек может быть инструментом в руках Бога, сам не понимает, как он делает это. Так иногда действует судьба. Но смешная ситуация. А вообще, если люди говорят на возвышенные темы, Господь присутствует в этих беседах, Он может сам скрывать что-то в сердце, давать человеку знания через сердце, через такие беседы. Вот, например, кому из вас я во сне что-то говорил, советы давал подниметелю? Вот, видите, сколько человек. Я этим не занимался. Я вам точно говорю на 100%. Это есть такое понятие сверхдуша. Я сейчас объясню, это очень важно. Человек, это душа, маленькая частичка Бога. Но у каждого человека присутствует голос совести внутри или представительство Бога в сердце. У каждого человека есть правда. То есть, правда — это не наша вещь, это не моя штука, как говорят, у каждого своя правда. Это не моя правда принадлежит Богу. И Господь, Он присутствует в сердце, понимаете, Он через старших скрывает знания. То есть, Он может инициировать вот этот сон, как будто старший тебе что-то говорит. На самом деле, Господь из сердца так общается с нами. Он не появляется непосредственно, но Он даёт нам знания через старших. И мы постоянно с Ним общаемся. Вот, допустим, если у вас была ситуация такая, вы, допустим, где-то в отчаянии, в одиночестве крикнули, «Я больше не могу так жить! Сколько может это продолжаться?» Поднимите руку, у кого такое было? Ну, вы с кем? Кому кричали-то? Никого же не было. А кричать никому невозможно. Значит, вы общались с Богом в это время. Вам ответил Бог сколько ещё или нет, девушка? Вам ответил Бог? Нет? Нет? А мне ответил. Всё зависит от искренности вашего крика. Я в детстве очень сильно страдал. У родителей очень тяжёлые отношения были. Я очень страдал сильно. Я просто не выдерживал. И разок я побежал просто. Там у нас город строился. Было большое поле. После дома там лес. Это зима была. Я по снегу побежал, побежал. Мне там было сколько лет? 12, наверное. Бежал, 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 бежал. Потом упал в снег, там плакал. Потом встал, вот так руки поднял вверх. Я вот не понимаю, как я вообще это сделал. Я не понимаю это вообще. Но я вот так вскрикнул в небо. Хотя я не знал, что есть Бог. Почему-то в небо я поднял голову в небо и закричал. Я буду страдать до 28 лет. А потом я получу знание, как жить правильно и буду счастлив. И пошел спокойно назад уже все неплохо. Так произошло. 28 лет я встретил лидическое знание. У меня вся жизнь перевернулась. Я начал уже. Ну я и до этого изучал. Но вот именно твердость, такая внутренняя уверенность появилась в это время. Знание из сердца пришло. Я его выкрикнул еще, чтобы лучше как бы в нем разобраться. Если вы твердо настроены по отношению к своему сердцу, вы задаете вопрос, сколько еще это может продолжаться. Ну послушайте, там может быть ответ внутри. Нереально может быть ответ. Потому что Богу все известно. Он в виде сверхдуши или совести находится внутри нас. И счастье человек понимает и получает от него. Если человек получает, совершает правильные поступки, из сердца счастье выходит. Если неправильно, из сердца угрызение совести выходит. Но есть еще такое понятие, как балдеж. Понимаете, счастье отличается от балдежа тем, что когда человек испытывает счастье, оно сопровождается знанием. А когда человек испытывает балдеж, это сопровождается затуманиванием головы. А я и в глазах туман, когда кружится голова. Едва стою я на ногах, но я ведь не пьяна. Когда человек затуманивает свое сознание, то это не счастье. Это просто балдеж. Счастье настоящее, возвышенное чувство очень. Оно сопровождается просветлением мозгов. Человек начинает чувствовать жизнь, как она должна течь. Таким образом, голос ума — это голос наших желаний. Голос разума — это голос старшего, голос священных писаний. Это также голос молитвы. Голос разума труднодостижим. Человек не может предвидеть ситуацию правильно, если он не молится. Это само по себе возникает очень редко. Когда знание приходится, оно по себе очень редко. На фоне тяжелого труда сердца и неожиданного решения внутреннего, когда ты, вопреки классическому поведению, ненавидит человека, который тебе приносит беспокойство, ты ему начинаешь неожиданно прощать, начинаешь поднимать его точку зрения, это значит, ты приближаешься к победе. И вы можете спросить, а когда не надо прощать того, кто тебя обижает? А прощать надо всегда того, кто тебя обижает. Всегда. Во всех случаях жизни. Но если человек уполномочен наказать того, кто сделал неправильно, это также хорошо. Если ты простил и еще наказал, в этом нет проблем. Просто люди часто одно с другим путают. Они думают, что если ты простил, наказывать не надо. Если мать, допустим, у нее сын не хочет учиться, она его простила. Она имеет теперь право его наказывать, если она простила или нет? Так вот, теперь она и должна его наказывать. Потому что, когда она его простила, наказание приведет его к осознанию. У него разума больше будет. А если она его наказала, когда не простила, то ему будет только хуже от этого. Если она в злобе его наказала, то ему будет хуже. А если она простила сначала, помолилась, простила ему, приняла свою судьбу и потом его наказала, тогда ему будет лучше. Поэтому одно другому не мешает. Ты можешь простить человека и наказать после этого. как один человек ко мне подходит не должен человек крупную сумму что мне делать простить его или взять деньги пытаться забрать деньги и объяснил нам сначала простите потом пытаться забрать деньги одно другом не мешает и к оборот будет хорошо надо просто позвонить ему сказать когда ты просил то все нормально не волнуйся отдавай по 5000 месяц ну там я не знаю поскольку он может отдавать хоть сколько будет отдавать и все он будет лучше остановиться если он отдает деньги значит он восстанавливается он становится нормальным человеком и тот человек который не делает это он деградирует на нем капится купится груз судьбы так надо ему облегчить жизнь помочь ему пускай понемножку отдает понимаете а если ты хочешь сразу много значит вообще ничего не получишь обычно так бывает скажите судья асури намаскар лучше делать утром но если все зависит от того чего хотите если вы кланяйтесь солнцу для того чтобы иммунитет повысился радость увеличилась тонус жизнью тогда утром вечерняя солнце она не предназначена для того чтобы с ним ими делать это луна вечером восходит надо ей кланяться вечером ну то есть утром солнце самое лучшее утром она 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 Продолжение следует...